Счётная палочка Внимание хантов медведь не только лесной зверь, но и небесное существо и даже родственник людей. Поэтому важно примирить убитого зверя и охотников, а также достойно проводить его душу и вымолить возрождение. На этой церемонии исполнялись очень много произведений. То есть это и драматические, это и сценки, это и песни священные. И каждому, каждому такое произведение делалась отдельная зарубочка. То есть как пропоется песня, сценка, делается маленькая зарубочка. Как пропоется большая песня священная, делается побольше зарубка. На этой палочке около 300 насечек. Всего же за 4-5 дней медвежьих игрищ их могло быть высечено больше 400. Например, в Тобольском музее их 480. Вот здесь вот на дне есть звездочка. Скорее всего, уже в советские времена проходила. Счетная палочка – редкий музейный экспонат. Причина тому – живая культура народа ханты. Палочки и сегодня хранятся в домах охотников. И не выставляются на показ. Женщинам их брать в руки категорически запрещено. Именно поэтому Елена Терентьевна обернула палочку платком. Палочки эти, так как хранятся вообще со шкурой медведя, и потом они в священном лабазе, либо уносятся в лес, то практически не сохраняются. То вот такую палочку, чтобы провести выставку, мы, например, взяли в ханты-мансийске. Для сохранения традиций хантов в Казыме была создана школа медвежьих игрищ. В ней обучаются и дети, и взрослые. На организованном более 15 лет назад детском этнографическом стойбище разучивают песни и танцы медвежьих игрищ. Дети перенимают опыт предков и сами придумывают сценки театра берестяных масок. Надо полагать, что сейчас, вот даже мы в этом году проводили, конечно, мы стараемся, мы стараемся учить с детьми, чтобы было больше сценок. Но, тем не менее, вот до таких вот мы не дотягиваем, потому что исполнителей становится все меньше и меньше. Вот я уже сказала, и мало кто, особенно священные песни. Если сценки еще можно с детьми там разучить, танцы можно разучить, то вот уже песни на старинном древнехантыском языке – это большая проблема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова